Здравствуйте, дорогие друзья! Вас приветствует Галина Конышева. Сегодня 2 октября 2020 года. У нас очень тяжёлая обстановка. Нас сжмут со всех сторон. Мы понимаем, что против населения, народа нашего, ведётся война, ведётся геноцид. Мы видим, как врут СМИ, мы видим, как врут всякие там эти фирмочки, которые маскируются под федеральные фирмы, под государственные фирмы, под федеральные законы, как у них всё это шиворот на выворот прописано. Очень многие спрашивают, что делать. И очень много даётся интересных комментариев. И ради одного такого комментария я хочу сделать это короткое видео. Рекомендую вам присоединиться к тем пожеланиям, которые написал один из пользователей Софии Трамсимем. Я не знаю, кто это. Может быть, нам просто таким образом кто-то даёт подсказки. Наши светлые силы. Смотрите. Аферта директору ИЦМ имени Н.Ф. Гамалеи, главе Роскомнадзора, министру здравоохранения, уважаемый Александр Леонидович Гинсбург, уважаемая глава Роскомнадзора, уважаемый министр здравоохранения. Посмотрев официальный сайт НИЦМ имени Н.Ф. Гамалеи и Министерства здравоохранения, я не обнаружила детальных сведений о вакцине от COVID-19, которые с вашей настоятельной рекомендацией собираются вакцинировать граждан страны. В связи с этим, как подтверждение ошеломляющей рекламы препаратов СМИ и спокойствия прививаемых, прошу вас обязать ответственных лиц Института разработчика и Министерства здравоохранения выставить на своих официальных сайтах, подписанные вами, удостоверенные живой печатью, ведомств, документы на препарат, а именно, первое, сертификат качества, второе, лицензию Института на право заработки данной вакцины, третье, выписку из ЕГР ЮН, четвертое, документ о допуске и аккредитации Института, пятое, документы о побочных явлениях, шестое, документы о противопоказаниях, седьмое, сертификаты испытаний препарата, а на эффективность, б на безопасность, восьмой, документ о страховом покрытии нарушений здоровья, смерти вследствие применения вакцины и его сумма, очень хороший пункт, для них это просто как серпом по одному месту, девять, письменная гарантия ответственного лица за препарат о том, что вакцина прошла все испытания должным образом в установленные сроки и является и эффективной, и безопасной, десятый, список фио-должность разработчиков, руководителей Института, рекомендующих данную вакцину и их ответственность перед законом РФ за возможные нарушения здоровья, в скобках гибели людей, вследствие ее применения, одиннадцатое, название всех препаратов, вошедших в состав вакцины и их дозы, если данные документы не будут широко представлены общественности НИЦЭ имени НФ Гамалеи и Министерством здравоохранения РФ, граждане России, опираясь на свои конституционные права, будут вынуждены отказаться от этой хваленной, широко разрекламированной панацеи и всенародно отстаивать свои гражданские права для привлечения к ответственности как лиц, пожелавших реализовать неиспытанную должным образом вакцину, так и власти, создающие сопутствующие скоропостижные законы и осуществляющие принуждение к вакцинации, вводя незаконные ограничения, штрафы, что является посягательством на права человека, так как осознанные испытания, не прошедшие должным испытания по срокам вакцины на людях, являются уголовно наказуемым преступлением. Просьба рассеять сомнения россиян и выставить запрошенные документы на сайте Института разработчика, Министерства здравоохранения и передать в Центральные СМИ. Неакцепт оферты или замалчивание ответа будет трактоваться как несостоятельность вакцины и правдивость подозрений общества, что повлечет дальнейшие действия в рамках законов РФ. Я этот текст копирую, оставлю под этим роликом, чтобы вы могли его скачивать, смотреть, копировать, изучать. Предлагаю всем нам писать подобные письма, потому что я так думаю, что кто-то составил грамотный и помогает нам, не сильно афишируясь. Благодарю за внимание. С вами была Галина Конышева. Делитесь этим видео, распространяйте информацию, знания, потому что спасение утопающих, как мы теперь поняли, дело самих утопающих. Если мы сами себе не поможем, нас просто уничтожат. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok